здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале дионис и александр и сегодня у нас необычный гость это французский коньяк называется хронос вот эта бутылочка скажу сразу что конкретно на вот этот коньяк обзоров до сих пор еще не было поэтому я предлагаю как всегда открыть эту бутылку налить бокал чтобы напиток подышал а дальше мы поподробнее о нем поговорим итак открываем и наливаем вот пусть напиток подышит бутылочку пока поставим и я вам почитаю информацию и и скажу сразу очень немного но все же я нашел она есть об этой марке в частности ну а конкретно о коньяке информации нету об этой модели но я вам просто расскажу свои ощущения итак коньяк хронос это удивительный шедевр алкогольного искусства франции выпускаемой знаменитой компанией тесендье энд филсас история данной марки уходит корнями в далекий одиннадцатый век когда граф гиом де пуату владелец крупного поместья продал часть земель своему кузену виконту гуго менго дочь которого лицит летице менго вышла замуж за пьера тесендье семейная пара унаследовала от google менго все его состояние в том числе и поместье с небольшой винодельней со временем пьер тесендье не на шутку влекшись виноделием выкупил некоторые виноградники шаранте чтобы заняться изготовлением исключительных спиртных напитков 1862 году виноградники были присоединены к хозяйству тесендье эту дату можно считать началом истории знаменитого коньячного дома тесендье энд филсас начале 20 века эстафету принял сын пьера тесендье гастон тесендье который стал во главе коньячного производства стоит отметить что имя гастон от тесендье известно многим французским мастерам работающим в алкогольной сфере получив блестящее образование изучив тонкости науки купажирования он стал одним из лучших мастеров купажа во франции на сегодняшний день коньячный дом тесендье энд филсас во главе которого стоят представители французского рода тесендье является одним из самых уважаемых производителей высококачественной спиртной продукции коньяки выходящие в свет из тем дома заслужили международное признание главный секрет производителя соблюдения всех древних традиций коньячного искусства которые передаются из поколения в поколение впрочем популярность продукции от тесендье энд филсас обусловлена не только древними рецептами но и современными техническим оснащением над созданием элитной продукции трудится команда настоящих профессионалов своего дела во главе с ведущими сомелье страны благодаря прекрасно налаженной системе продаж из безупречной маркетинговой стратегии коньяки данного производителя можно купить во многих стран мира сегодня крупное предприятие выпускает коньячную продукцию под несколькими марками одной из которых является коньяк хронос данный бренд увидел свет только в 2013 году однако уже сегодня у него целая армия поклонников которые разглядели в нем очарование и величие древнего коньяка так ну вот что собственно написано об этом коньяке как именно о марке так скажу сразу у коньяков всего-то ничего то есть разновидности то что здесь у нас сегодня это в с есть еще вископе и есть еще xo то есть вот всего три вида коньяка но вископе есть один обзор на ю тубе не на xo не на виску нету поэтому я вот решил восполнить этот пробел не только потому что решил о нем рассказать потому что информационного потому что кое-кто из моих знакомых порекомендовал мне этот коньяк как очень классный то есть попросили обратить внимание вернее посоветовали обратить обратить внимание так что вот что касается информации той которую я в сети нашел теперь давайте рассмотрим бутылку бутылка очень красивая очень классная то есть вот я одну особенность заметил она очень тяжелая я даже ее взвесил то есть вот вот этот сосуд жидкостью весит полтора килограмма вот представьте то есть если здесь коньяка пол литра ну литр и килограммы не совсем одно и то же но все-таки пол литра весит примерно пол килограмма то представьте флакон здесь весит целый килограмм и скажу я вам это очень достойная вот такое ощущение как будто вот как есть вот хрустальные там декантеры штофы вот такое ощущение что он сделан из хрусталя очень тяжелый и очень красиво выполнен то есть вот его если разглядывать пристально то в нем как вот особенно в наших коньяках там какие-то отливы заливы какие-то там заусеницы нет вот он графин сделан вот просто исключительно вот я вам честно скажу его можно вполне себе отдирать эти этикетки и наливать например сюда вот что-то чтобы это просто было в баре так еще давайте дальше хронос хронос это бог времени божество времени и вот под названием хронос здесь написано the god of time то есть по-английски это написано что это бог времени дальше идет надпись коньяк vs а дальше нужно почитать с помощью лупы апеллясион коньяк контроль так и дальше смотрим контратикетка здесь очень очень написано малюсенькими буквами но по-русски такая вот наклеечка здесь из прозрачного целлофана и очень мелко по-русски написано так хронос vs коньяк французский коньяк хронос vs произведен из выдержанных в дубовых бочках виноградных спиртов из регионов коньяк употребляется в чистом виде прекрасно подойдет для коктейлей на очень ценные замечания так минимальный срок выдержки коньячных дистиллятор три года изготовлена из винограда сорта у не блан место происхождения винограда регион коньяк франция год урожая 2018 так дальше все больше здесь ничего не написано то есть объем 700 миллилитров дата розлива 26 11 2021 года все больше информации нет добавлю еще что коньяк и этот и в с опи продается без коробки в коробке продается только xo и причем в коробке очень красивой и бутылки там очень красивые состоит из двух частей то есть каждой каждая бутылочка по 350 миллилитров и все это выглядит как будто это песочные часы но вернемся к нашему коньяку я надеюсь что напиток подышал поэтому беру бокал бутылку ставлю на место бокала и что ж ну на вид все замечательно напиток темно-янтарного цвета очень красивый цвет жидкость очень маслянистая ножки такие полнотелые медленно стекают по стенкам ну собственно что еще можно сказать здесь все в принципе как всегда как и у других коньяков давайте подышим этим напитком и так ну что я вам скажу в принципе сразу бросается то что это отсутствие всякой спиритозности сладкая бочка вот такая сладость но сладость не ванильная не вот это вот пресловутая сладость которая меня лично преследует в отечественных коньяках такая терпкая сладость и вот и с бочкой то есть с дубом сразу чувствуется что это коньяк и причем я вам скажу я забыл сказать вам когда бокал стоял вот здесь уже тогда я слышал вот этот вот аромат аромат бочки за что мне нравится в принципе все французские коньяки за то что они источают такой аромат но практически все по крайней мере коньяки большой четверки ну и другие коньяки которые я пил вот у них начиная даже самого молодого коньяка вот бочка дуб причем благородно это все ненавязчиво она присутствует так давайте еще подышим ну конечно же сухофрукты здесь в большом объеме изюм чернослив курага инжир легкая парфюмность причем парфюмность такая вот изысканная очень честно говоря я бы не отказался иметь такой парфюм вот с такими нотками есть что-то такое какое-то не знаю что-то луговое такой вот как на лугу какие-то травы разнотравия присутствуют также наверное здесь есть запах вина вот запах вина я тоже чувствую причем вина такого классного изысканного не могу сказать белое так или красное вино но запах вот такой винный он тоже есть может быть легкая легкая что-то лакокрасочная но вот настолько опять же изысканная настолько приятная что у меня уже полный рот слюней поэтому друзья мои с вашего позволения и за ваше здоровье делаем первый глоточек первый глоток чуть-чуть есть жжение слизистой но небольшое такое в меру крепость ну не чувствуется коньяк пьется очень хорошо но я бы не сказал что он мягкий это пока вот ощущения такие вот что касается вкусовых моментов ваше здоровье еще один глоток сейчас попробую о них сказать свои ощущения ну что ж однозначно сразу чувствуется бочка сразу чувствуется такая тонинность терпкость изюм та же курага тот же чернослив но все в таком балансе всего очень немного то есть нету вот этой вот буйства красок именно таких вот фруктовых или там сушеных фруктов нет здесь все таки присутствует сухость то есть здесь больше наверное все таки бочки больше чего-то парфюмного даже во вкусе и коньяк такой не не сказал бы что это мягкий коньяк он немножко все таки чуть-чуть обжигает слизистую но этот ожог он очень приятный он очень изысканным он очень благородный вот такие у меня вот ощущения давайте наверное последний глоточек и вердикт ваше здоровье ну да наверное добавить я больше ничего не добавлю кроме того что скажу что коньяк в принципе похож на в ски большой по крайней мере четверки наверное может быть он ближе вот наверное не знаю может у меня такое ощущение что вот я схема серии вы если сравнить свои яйской вот может быть что то такое но он не такой пряный как хеннесси с другой стороны он гораздо более пряный чем камеру ну вот камеру допустим в ска на мой взгляд очень сухой такой то есть вот вот ну скажем так он очень классный вот что я хочу сказать так вот сравнивать его по памяти тяжело он однозначно очень похож на французские коньяки и мое такое мнение что ну нашим коньякам пока далеко даже там десятилетним пятнадцатилетним вот это вот в ска то есть здесь трехлетние спирты но однозначно по вкусу это вот вот этот вот этим коньяку можно наслаждаться то есть его можно пить именно вот в какое-то время которое тебе хочется потратить с толком то есть рассматривая какой-нибудь альбом с какими красивыми картинами то есть смотря какой-нибудь классный фильм слушая классную музыку то есть вот этот коньяк он заслуживает того чтобы вот с него так проводить время плюс классная однозначно замечательная бутылка кстати забыл сказать вот смотрите вот здесь по кругу римские цифры числа ну с 1 до 12 то есть поскольку это хронос это связано с временем так вот здесь вот такие своеобразная шкала времени и сзади и спереди то есть здесь один графин чего стоит вот подобные графины если это ну просто что они продаются как минимум там за хорошие хорошие деньги а скажу что эта бутылка мне обошлась в 2400 рублей то есть вот за эти деньги соотношение цены качества на просто вообще улетная то есть за эти деньги на сегодняшний день отечественных коньяков даже вообще близко на каком пороге стоящим и нету вообще и рядом стоящим нет я не знаю пусть меня простят отечественные производители но не по качеству изготовления тары не по качеству содержимого ну пока что нет а если и есть то это уже напитки которые стоят там пять десять и вот такие тысяч вот таких денег ну зачем нам это сравнивать вот поэтому я вам горячо рекомендую этот коньяк если попадется можете брать в полный рост и причем скорее всего конечно если в ска такая праве с опи я читал обзор там все в порядке там тоже класс а что касается иксоу ну я не знаю я думаю там вообще все нормально так что друзья ну вот такие вот эмоции меня прям захлестывают нравится напиток поэтому делитесь комментариями может кто-то пробовал у кого-то какие-то другие эмоции хотелось бы услышать вас я благодарю за внимание благодарю что были на канале и желаю вам всем здоровья и хороших напитков на столе всего доброго до свидания